12 июня 1990 года, 33 года назад, была подписана Декларация о независимости нашей страны. И в настоящее время молодой государственный праздник – День России – широко празднуется. Этот праздник близок всем, кто дорожит страной, её историей и культурой, её народам. Для того, чтобы принять участие в торжественном праздничном митинге, на театральную площадь города пришли славянцы от мала до велика. Но больше всех было, конечно, молодёжи. Для них этот праздник особенно много значит. Самые достойные представители молодого поколения участвовали в церемонии подъёма государственного флага. Это были трёхкратная победительница первенства Европы по боксу, победительница международных соревнований первых игр стран СНГ Карина Коробова и победительница всероссийского конкурса «Большая перемена», призёр Всероссийских олимпиад школьников по литературе и обществознанию Елизавета Кутепова. Всех собравшихся на театральной площади сердечно поздравил с праздником и пожелал самого доброго глава Славянского района Роман Синеговский. Сегодня в непростое время мы вместе со своим государством и мы понимаем, как важно для Отечества, для всего нашего народа быть сплочёнными. Такое единство и преданность Родине завещали наши предки. Вековые традиции и духовные ценности рождались и крепли на протяжении всей истории России. Наши земляки, в числе тех, кто встал на защиту страны от врага, всем сердцем мы желаем им победы и скорейшего возвращения домой, к мирной жизни. Славянский район и все его жители – частица большой страны. Наше государство заботится о нас. Благодаря нацпроектам благоустраивается город, станицы и хутора. Строятся детские сады, медицинские объекты и спортивные центры. А мы трудимся на благо Родины, делаем уверенные шаги в развитии экономики и социальной сферы. Любим свою страну и верим в неё. В этот праздничный день я желаю всем славянцам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Затем в торжественной обстановке состоялось вручение юным славянцам главного документа гражданина Российской Федерации – паспорта. Ребята были, конечно, рады получить паспорт в такой праздник. Это было очень приятно и для их родителей и родственников, которые пришли сюда, чтобы разделить эту радость. Я очень рада, что получила паспорт гражданина Российской Федерации в День России. Для меня это большая честь. Я очень люблю свою страну. Она самая лучшая, самая большая. Я родилась в Славянске на Пабане. Я считаю, что это самый красивый город и что у меня будет всё прекрасно. Славянские артисты исполнили для собравшихся свои песни. За рассвет твой самый красивый, за твой самый красивый загад. Я буду стоять, что и силы, чтоб ты вечно Россия жила. Я снялась, что твой дом журавли и ты, над небом два белых крыла. И я буду стоять, что и силы, чтоб ты вечно Россия жила. Государственный праздник, День России, стал прекрасным поводом, чтобы ещё раз выразить любовь и уважение к своей стране. Участники движения «Юнармия» не на словах, а на деле доказывают свой патриотизм. Одна из них, Вероника Обухова, видит своё будущее только в родной стране. Я, как и все юноармейцы, очень горда тем, что я живу в России. Мы были очень рады поучаствовать в данном мероприятии, посвящённом Дню Российской Федерации. Я родилась на Кубани, я очень горда, счастлива. Это самое прекрасное место. У меня здесь живут родственники, друзья. Нам всем здесь очень нравится. Мы считаем, что Россия – это самая великая страна, самая лучшая держава. Славянская молодёжь гордится своей страной и своей малой родиной. И все эти ребята готовы быть в любых обстоятельствах вместе со своими земляками, чтобы сделать всё для России, которое в каждом сердце. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».